всем привет с вами юля сегодня 11 февраля четверг и я решила сделать включение постараюсь записывать рукодельные будни и мне есть чтобы показать конечно не какие-то большие успехи но тем не менее кое-что я вышивала и перед вами сейчас находится мой процесс это без корню фирмы реолис называется рассвет напомню размер работы 8 на 8 сантиметров вот такая красивая без корнюшечка должна получиться так вышивается у нас на лугане 25 каунта крестом в одну нить и через одну нить переплетение мулинезис анкор 5 цветов есть бисер два вида бусины один вид и наполнить также две иглы кстати вот с обратной стороны мы видим также представленные без корню фирмы реолис вот такая у меня есть тоже буду вышивать и я думаю что скоро мне появится и вот эта ракушка тоже очень интересная без корню не без корню а и горница видео ракушки посмотрите какое интересное изделие так и что у меня есть на сегодня также вот она планшетка с ниточками как видите ниточек всех еще очень много практически даже незаметно что я здесь что-то брала в работу что-то отрезала но тем не менее есть продвижение ниточки были в работе но не так ушло на самом деле очень мало так как вышивается в одну ниточку поэтому принципе расход небольшой и то что у меня есть на сегодня покажу вам поближе посмотрите какая красота очень ювелирная работа я когда только начала ее вышивать мне было сложно я постоянно считала что-то отмечала отмечала схему глаза уставали мне казалось что этот процесс будет идти очень долго но после нескольких дней вышивки глаза перестроились и я стала видеть эти переплетения стала их разбить различать побыстрее и считать научилась в общем-то достаточно быстро насколько это может быть быстро на основе на такой мелкой основе до через одно не переплетение и настолько меня увлек процессы что я монтируя видео всю эту неделю вышивала эту без корню и вчера уже засиделась для меня очень поздно даже засиделась до часу ночи и и завершала последний здесь крестики стежки не смогла я завершить на этой половинке бэкстич он будет вышиваться металлизированной ниточкой его здесь немного но тем не менее есть небольшие вкрапления бэкстича то вот такие квадратики и несколько также вот здесь вот линий это у нас бэкстич золотой металлизированной ниточкой вот этой вот бэкстич я вчера не успела выполнить но в целом у меня первая половинка моей без корню готова а ну еще нужно будет сделать контур по которому будет идти сборка с без корнем будет сшиваться вот то что у меня получается я очень довольна результатом я довольна собой что я все-таки смогла преодолеть этот страх и я в принципе страха справилась не то что даже страха вообще справилась и смогла вышивать через одну нить переплетение очень изящно цвета красивые конечно классно получается молодцы риоли что тут сказать отличная разработка и здесь будет еще и бисер будут пришиваться бусинки бисер будет идти также по краю без корню ну в общем ждет меня красота старая схемка здесь совсем несложная видите мало зашивки немножко уголочки вышиваются здесь у нас бэкстич вышивается также металлизированной ниточкой вот можно посмотреть на обложке как будет выглядеть обратная сторона у без корню ну в целом изделие видите какое интересное прекрасная прекрасная разработка я очень довольна и ра я рада что я взяла этот процесс в работу не стала откладывать как и обычно это делала потихоньку вот вышиваю и рада что у меня есть уже практически готовая первая половинка вот показываю вам сама любуюсь не могу нарадоваться своим вот таким успехом кстати для красоты положила также без корню триолис это была первая без корню которую я вышивала у триолис очень-очень мне нравится это красивая штучка качественная вот сколько она уже находится у меня на рабочем столе и но все с ней прекрасно и на такая яркая весенне-летняя уже хочется чего-то такого яркого но это без корню она больше такая нежная и изящная не такая конечно яркая как вот это ну и я дальше тоже буду вышивать и другие без корню которые у меня есть моих запасов это и вот такая тоже стоит на очереди и также у меня есть знаменитый зигуку там тоже вышиваются через одну нить и переплетение тоже все впереди вот но на этом я хочу отложить этот процесс несмотря на то что здесь осталось уже в принципе чуть-чуть немножко я хочу отдохнуть у меня есть время в планах у меня это без корню до конца месяца поэтому я обязательно успею и завершить и собрать а хочу я переключиться на моих львов-бедолаг которых я все шью шью никак не могу завершить поэтому покажу вам сейчас на каком этапе находится вышивка и сегодня приступлю и до конца недели буду вышивать их и на выходных я надеюсь могу взять включение показать вам как там у меня подрастет работа а вот они и львы и львы не очень помещаются в кадр но тем не менее я могу показать вам тот участок на котором сейчас я остановилась и где сейчас идет работа немножко я повышевала фона взяла один значок буквально и чуть-чуть здесь вышло полукрестиком вышивается в две ниточки очень просто быстро ну и дальше что у меня здесь по плану ну в принципе здесь все будет полукрест осталось мне чуть-чуть выше здесь крестиком вышиваются вот такие вот стебелечки сухих растений их нужно будет до вышивать а потом дальше идет полукрест нужно будет зашить полукрестом ну конечно же бэкстич всего ничего но объем все-таки есть около 7000 я примерно так посчитала около 7000 полукрестиков буду стараться вышивать пусть не на этой неделе завершится работа но надеюсь на следующий уж точно она должна завершиться опять пытаюсь планировать забегать вперед заглядывать немножко вперед но так интереснее надо себе ставить какие-то цели чтобы к чему-то стремиться буду стараться и конечно же буду делать включение показывать вам как идет процесс на сегодня у меня все увидимся в следующем включении сегодня пятница я к вам с оформленной работой снимаю это видео на работе у нас здесь рядом большая дорога и очень шумно я надеюсь что у меня получится записать этот фрагмент и мне очень хочется поделиться с вами оформленной работой это всегда праздник для рукодельницы но в моем случае не просто праздник но немножко даже и грустно дело в том что эта вышивка не поедет ко мне домой а она поедет на подарок кораблик от меня уплывает да вот такая судьба у этого корабля он у меня вышивался уже много лет назад это набор фирмы реолиз называется попутный ветер размер работы 60 на 40 сантиметров вышивка шерстью на аиде 14 каунта долго лежала эта вышивка в рулоне потому что не находилось места для этой работы ну как то по тематике по стилю квартире не находилось места этой вышивки и вот она лежала лежала в рулоне в какой-то момент муж захотел показать поделиться моими вышитыми не оформленными работами со своим другом который и охотник и рыбак он не просто рыбак он профессиональный рыбак у него своя лодка он выходит в море и ловит именно больших таких крупных рыб когда он увидел все работы конечно ему понравились очень было ему интересно когда увидел эту вышивку он конечно в нее видно было сразу влюбился и просто не мог расстаться долго рассматривал очень был впечатлен масштабом этим кораблем этим настроением работы и мы с мужем поняли что ну хоть человек и не просит но видно что очень ему понравилась вышивка и я решилась подарить эту работу этому человеку но мы взяли на себя функцию оформлителей потому что если никогда вышивку не оформлял то не знаешь куда идти и как разговаривать с нашими багетчиками поэтому мы поехали сами поэтому мы сами ездили в багетную мастерскую и выбирали багет кстати с багетом у нас здесь была сложность так как мы уже на карантине очень долго багетные мастерские практически не делают завоз а распродают то что есть и ассортимент очень маленький мы буквально из маленького количества выбирали оформление выбрали две рамы здесь составной багет бежевая рама и светло-серая внешняя рама музейного стекла здесь нет я когда приемщица сказала о музейном стекле она долго на меня смотрела глазками хлопала и даже не могла понять что это такое они здесь даже не знают что есть такое музейное стекло ну поставили обычное оно бликует я долго бегала здесь на работе искала какой-то уголочек местечко как можно вам показать эту вышивку ну вот слава богу нашла и мне кажется удачный ракурс и бликов нет и краски все хорошо передаются очень красивый кораблик получился и оформление мне кажется оно не не сложное простое но очень гармонично и подойдет любой интерьер я думаю что человеку понравится и я уверена что данная картина займет достойное место в его доме он будет смотреть вспоминать о нас и будет радоваться этой вышивке вот так постараюсь передать вам цвет багета я положила картину не знаю как как передать очень сложный цвет кажется и серым но в то же время вот так мне кажется сейчас очень удачно в целом вы уже увидели как все это смотрится красивое получилось оформление светлое вот так я очень довольна оформлением уверена человеку тоже понравится классный мой кораблик немножко жалко расставаться ну ладно пусть приносит удачу и так сегодня воскресенье и я хочу показать вам итоги моих вчерашних трудов что мне удалось на вышивать за вчерашний день ведь я вчера практически целый день провела именно за этой работой я вышиваю небо напомню но я думаю что вам на контраст на смену картинки очень хорошо заметны все продвижения все изменения по данной работе вы видите что я работу уже перекрутила напомню что вчера я вышивала вот этот участок все здесь зашивала пол креста вот здесь я вышила вот тут чуть чуть и вверху немножечко я тоже повышивала также я вышила немножко бэкстича у льва появилась мордочка я вышила вот здесь ему рот, нос, глазки, немножко грибу чуть чуть повышивала также бэкстич и у львицы совсем немножко потому что мне было неудобно подползать наверх под крестики под раму но чуть чуть вот рот, нос и глазки я вышила осталось у льва немножко здесь гриву повышевать ну и львицу голову обшить по-моему в теле немножечко есть стежков совсем немного и несложный бэкстич но тем не менее он необходим и вот за вчера мне удалось вышить примерно четыре тысячи полукрестиков я уж как старалась я спешила я их вышивала вышивала и рукой так махала честно устала были даже мысли поменять процесс но взяла себя в руки и сегодня так же буду продолжать работать над этим небом кажется ну что здесь небо полукрестом шеи себе до шеи но все равно объем есть объем рукой помахать нужно и время затратить так же необходимо здесь так же осталось около три с половиной наверное тысячи полукрестика примерно то четырех до четырех это точно вот я сначала считала потом уже перестала считать какое количество вот ну видите предстоит мне сегодня повышевать даже если я сегодня не завершу чего конечно бы хотелось это ничего страшного я всегда смогу завершить завтра послезавтра в любом случае на следующей неделе у меня точно будет финиш и знаете это такое предвкушение что вот вот он уже на горизонте это долгожданный этот такой большой и классный вкусный финиш дименшенс африканские львы раньше эту работу давно давно вышивали густо и часто одна из очень популярных работ у дименшенс но потом набор был снят с производства под затих интерес и вот сейчас с перевыпуском все кто еще не вышел львов вышивают поэтому девочки если действительно кто-то еще думает обязательно вышивайте легкая работа яркая интересная но я думаю что в следующем включении ну уж точно я покажу вам готовую работу но может через одно включение посмотрим очень интересно смотрится мордочка льва здесь участвует такая ниточка сиреневая в бленде и кажется что у него такая легкая небритость синеватая ну на самом деле это цвет отсвечивает как бы тени таки падают но все равно можно пофантазировать да вот у львицы тоже есть такие блеки ну гриба конечно классно шикарно не хватает чуть-чуть бэкстича чтобы она стала еще более объемной но все это будет все впереди вот предстоит мне сегодня еще продержаться один день с полукрестом помахать рукой я думала что может быть снять и вышивать на пяльцах в два прокола но сколько думаю наверное нет потому что у меня полукрест ну когда я вышиваю два прокола нитка не ложится красиво как мне нравится самая моя любимая все таки это рама здесь все хорошо натянута все хорошо видно и это конечно же очень очень классно у меня здесь и боковая натяжка поэтому ну что ж помахаем рукой интересное сочетание здесь оттенков и вот здесь есть полукрест в одну ниточку создается такая легкость здесь две ниточки все очень классно разработано остается только собраться силами с выдержкой и дошить этот участок на этом все увидимся с вами в следующем включении у нас по в в и в в и в в в Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok